Вы знаете, многие люди меня подталкивали к действиям, о которых можно даже, наверное, жалеть. Многие люди говорили, Александр, сколько можно критиковать, давайте предлагать, давайте делать. И в прошлом году, чуть больше года назад, когда были президентские выборы, я решился. Меня поддохнул к этому один из подписчиков, последняя капля была, один из подписчиков, по-моему, с Новограда-Волынского, он нашел тоже меня в фейсбуке, мы с ним связались, он говорит, можно подъехать, где-то встретиться, мы с ним встретились. Оказался пенсионер, просто пенсионер. Он говорит, у меня есть сбережения, я готов дать тебе 100 тысяч гривен, чтобы ты шел на президентский выбор. Это было перед Новым годом, я думал весь Новый год, я решился, обратился к людям за деньгами. Но это оказался негативный опыт, потому что, несмотря на то, что деньги я отдал, как мы договаривались, если я собираю деньги, то мы идем на президентский выбор, там 2,5 миллиона гривен надо было. Если я не собираю, то мы их раздаем. Раздавали деньги кому? Я даже и часть людей знаю, это часть политзаключенных, которые тогда были в тюрьмах. Детям, политзаключенным и ветеранам войны, ветеранам боевых действий. Только настоящей войны и настоящих боевых действий той войны. Причем я выкладывал видео, но не все видео я мог выкладывать, потому что не все видео были с теми же политзаключенными. Я в эфире телеканала, первого канала в России, познакомился с Игорем Кимаковским. Это один из политзаключенных, которого обменяли тогда на самолетах 37. 37, да, при Зеленском. И я к нему говорю, можно там записать комментарий какой-то, ну а что бы не воспользоваться, канал как бы, его только обменяли. Он говорит, да нет, я не хочу, я это самое, я не хочу, и все, и пошел куда-то. Потом возвращается, стоп, а ты Семченко? Я говорю, да. Ты же мне деньги перечислил. Я говорю, ну это не мои деньги, это деньги моих подписчиков. Короче, ты мне деньги перечислил, я тебе как бы вот это самое, давай, что тебе комментарий какой записать. Я говорю, сейчас не могу, вечером встретимся. Да, то есть это, но кому надо рассказать, что я подонок и вор, рассказать, что я там на эти деньги купил машину, которая у меня с 12-го года, они же это расскажут. И что обидно, что люди, которые вот они смотрят, смотрели мои ролики, они были подписаны на мой канал, и они вот посмотрели это вот подонка на самом деле. Подонка, негодяй и брехуна. И они подумали, о, подонок прав. Вот этот человек, которого я смотрел год, который мы верим, он не прав, он все прав. Ну вот здесь, если вот мы вот отойдем от этой темы и перейдем вот к следующим. Вот много в комментариях жалуются насчет того, что вот есть вот заголовки, которые не соответствуют содержанию. Ну, например, там ужас, там внимание, срочное и так далее. И вот многих это вот раздражает, но тем не менее достаточно много подписчиков все равно есть, но опять же в комментариях есть такая вот история. Ну, я немножко знаю ответ на этот вопрос, но я думаю, что и зрителям, и подписчикам твоего канала это было бы интересно. Вот почему именно вот такая логика построения заголовок? Ну, смотрите, Дмитрий, во-первых, у меня на канале нет ни одного заголовка, который бы я не мог отстоять, доказав, что он соответствует содержанию ролика. Почему? Потому что Ютуб очень строго к этому относится, это на языке Ютуба называется мошенничество с метаданными. За мошенничество с метаданными, это название, это картинка, это описание и это теги удаляют канал без разговоров. То есть без всяких страйков, там, как вот там при использовании чужого контента страйки высылают, и только при наборе трех страйков тебя удаляют. Здесь канал удаляют мгновенно. Поэтому за каждый заголовок я могу ответить, в какой конкретной части. Другое дело, что ролик, ну, там, разный продолжительность ролика, может быть, 10 минут, может быть, 20 минут. И понятное дело, что в течение 10 или 20 минут я говорю на разные темы. В заголовок невозможно вынести все темы, даже технически невозможно, потому что в Ютубе есть определенные ограничения по длине заголовка, просто он не сохраняется с более длинным заголовком. То есть по каждому заголовку я могу ответить, это вот однозначно. Но яркие заголовки, они ориентированы не на старых подписчиков, а на новых, чтобы привлечь их, чтобы вот как бы, ну, ярко, яркий заголовок, вы пришли, посмотрели, вам нравится, вы подписали. И здесь меня, знаете, их раздражают заголовки, а меня раздражает такая реакция. Потому что если ты являешься старым подписчиком, и ты оцениваешь книгу по обложке, ну, значит, мы с тобой как-то вот плохо сотрудничали. Значит, я оказался неубедительным для тебя. Ну, в конце концов, многие подписчики пишут, я вообще заголовки не считаю. Ну, вот так пишут. То есть я на тебя подписан, я смотрю твои видео просто по факту того, что они вышли. Вот так же у меня был там какой-то период, знаете, был ранний Шарий, ранний Шарий, который занимался Донецком. Который вот, ну, реально освещал Донецк, что там происходит альтернативно, вот не то, что пропаганда идет. Вот. И раннего Шария я смотрел, не обращая внимания на заголовки или на картинки. Вот сейчас я как бы Шария смотрю от случая к случаю, если действительно какой-то заголовок. Чаще всего, как бы, он не соответствует вот то, что вы говорите, действительности. Но вот раннего Шария, который мне нравился по содержанию, я на обложку не смотрел. То есть я вот подсел на Шария где-то осенью 2014 года, потом слез с него, когда у него начался этот российский закидон, Навальный, Навальный, Навальный. Вот. И вот в этот период я смотрел буквально всего Шария, от корки до корки, независимо от заголовки. Вот здесь я тоже надеюсь, что люди, мои подписчики, старые со стажем, заходят и смотрят книгу по содержанию, а не по обложке. И здесь, кстати, вот есть проблема с обложками и, в принципе, с продвижением Ютуба. То есть есть ряд каналов, мой к ним, к сожалению, относится, я общаюсь с другими блогерами политическими, которые, как это говорят, хейтят. Ну вот попробую проиллюстрировать, допустим, заходит ролик, где-то 300-400 просмотров первую, вторую, третью, четвертую минуту, ежеминутные просмотры. И раньше, вот, как это было, 10 минут, потом как бы он начинает индексироваться в поисковиках Ютуба и подскачивает. То есть с 300 просмотров, на 500-600-800 тысяч просмотров в минуту. Сейчас опускается на 100 просмотров в минуту. То есть склоняемся с ребятами, причем разные, разные блогеры там, с разным количеством подписчиков, но не менее 200 тысяч. И вот у всех одинаковая картина, нетипичная. Такой картины быть не может. Есть ощущение, что конкретные каналы давят, и что цензура, государственная цензура, цензура определенных политиков, которых мы критикуем, дошла до Ютуба. Ну, в конце концов, ни для кого же не секрет, что коррупция существует не только в государственном секторе, но и в частном секторе. Я подозреваю, что здесь присутствует коррупция на уровне, ну, как минимум, у русского офиса Ютуба.